В прошлой серии наш герой Герман фон Зальца, оставшийся ни с чем, после того, как его ограбили Осирай, направился во Вландию, где он собственными силами решил вернуть отерянное состояние и подняться среди Люда Честного, чтобы вновь созвать под свои знамена воинство для защиты Вландии. Герман десятки раз одолевал своих оппонентов на турнирах, собрал отряд и спасал крестьян на землях Вландии от бесчинствующих налетчиков и бандитов, зачищая преступные подразделения и их логово. Недавно Герман приобрел щит и сразу же винулся в бой, но, к сожалению, сей щит не сумел его спасти от дротика, брошенного в спину морским налетчикам. Отряд остался без командующего, но справится ли ополчение? Или судьбой их станет погибель? Ооо, вот это мне надо. Дело сделано. Ебать, серьёзно? Да, серьёзно, я не верил. Ладно, плохо. Хорошо, отлично, прекрасно. Ну, я рад, что мы хоть победили, уже хорошо. Так, ух ты, гарпуны, кстати. Вот так вот поднимаем ловушечку. Хоть какие-то гарпуны подъехали. Конечно, не за 100 тысяч, но тоже неплохо. Так, а теперь быстренько валим, а то сейчас вновь ворвутся. Надо продать пленников сейчас. Думаю, можно нормально так заработать. На морских разбойничках. Опа. Уровень. Уровень, товарищ. Так, продать пленных. Так, и давайте сейчас быстренько сделаем следующее. Это всё просто подчистую продаём. О, нормально. 1400 монет. Всё, начинаем просто колошматить грязных морских разбойников. Ну, и попутно раскачиваем своих бойцов. Блин, я хочу лошадей. Давайте лошадей купим. Блин, ой, тут очень дорогие лошади. Надо косираем эти. А что за перк с поиском лошадей интересно стало? А то мне все горят, типа, вот есть перк с поиском лошадей. Я даже не в курсе про этот перк. По-моему, или подорожали оливки. Так, дуалиться мы с тобой не будем. Надеюсь, братки мои шатают. Так, главное помереть тут случайно. А то можем же, да? Хорош. Сумели, братья мои, всё-таки, да? Покарать-то. Ну, одного потерял. Жаль. Ну, там арбаличек погиб. В принципе, ладно. Вау, тут пленники есть. Нифига себе, бывалый охранник каравана. Ну, давай возьму. Пленные пригодятся. Два, ребята. Понимаю. Понимаю. Вот это уже приятный бонус, таки, да. Лидера морских разбойников могу к себе взять. Ну, давай. Завербуем тебя, товарищ. Так, а что у нас тут? Всякая херня. Ну, как минимум, это можно хорошо продать и купить лошадей. Так, кассира. Возвращаемся. Так, торговля. Продаем это всё добро. Спасибо большое. Можно лошадь мне, пожалуйста. Одну буквально. Так. Упряжек много, кстати, поднял. Пипец. Ну, неплохо заработать можно. Можно ещё одну лошадь купить. Так, отлично. Ва, и у меня хромая сирайская лошадь появилась. Ничего себе. Ну, она вроде как не особо даёт, если честно. Ну, да. Можно продать. Так, ладно. Крестовый поход уже за Дианонин. Устроим, ребята. Устроим крестовый поход на сирай. Может, реально по логовам ходить сейчас? Да и всё. Да и по турикам пока что. Итак, морским разбойникам сегодня суждено упасть от руки маленького отряда совершенно зелёного и только созданного Тевтонского ордена. Берём самых элитных бойцов. Он лидера морских налётчиков. Возьмём, пускай помогает. Налётчик идёт на налётчика. По-моему, нормально, да? Хорош. Ну чё, род народ, погнали нахуй! В бой, братья мои. Да узрят недруги наши клинки, направленные в их тела. И с ускорением, словно молния. Так, ладно, ребят, давайте-ка караем. Тут с дротиками пацаны ходят, опасно. Хорош. Морским налётчикам сегодня суждено пасть. Главное, чтобы никто из наших пачанов не погиб в этой битве. Ты чувствуешь, когда твои же юниты круда круче выглядят, чем я, да? Тема всех маунтанблейдов. Хе-хе. Так, мужики. Понеслась. Блять, в лавке застрял. Так, у нас кто-то погиб, ёлы-палы. Опасно. Чё-то как-то все разбежались в разные углы. Вот же мне атлетики не хватает, а? Очень медленно передвигаемся, конечно. Дело сделано. Здоровенький бул и пановый сир. Герман Фунзальца. А шо вы пожаловали наше скромное укрытие морское? Казалось бы, сидим себе, пируем после гребежа. А шо вам таки надо? Я пришёл по вашу стась. Не нужны ваши деньги. Мы тоже грабители. Отберём всё у морских разбойников. Разбойникам разбой не участь. Так-то. Ляд, двоих потерял. Лидера потерял. Лидер морских налётчиков погиб. Нееет. О, курьба. Блин, лучники вкачались зато. Могу, кстати, вот этих вот херами набирать себе в отряды. Интересно, конечно, да. Всаднички. Прикольно. Даже не знаю. Завербуем, да, наверное. Можно ещё кочевника начаться. Ну, это бомж какой-то. Ладно. Леников забираем. Я ещё и заплачу 300 монет. Вахри. Вау. 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 Ммм. Неплохо. Неплохой такой лут, на самом деле. Найс. Сей лут пополнит казну нашей молодой империи. Ну, ордена. До империи ещё как до луны. В Аргарон отправляемся. Достало время всё продать в Аргароне нам. Так что, не теряем времени. Блин, я получил здесь больше, чем на турнире. Поэтому, наверное, всё-таки стоит нам влетать как можно чаще всей бандитские логова. Наш путь лежит через Ботанию на земле в Ланде. Надеюсь, к тому моменту война будет объявлена кому-нибудь хотя бы. Потому что, блин, как же чешутся мои руки. Как же хочется раздать вражинам по ебалету, а? Топором разящим. И кайкалящий. Взятми турнир. Отлично. Так, а шо-таки по турниру у вас, ребята, взятми? Белитор. Там даже два легата каких-то интересных римских. У нас есть дротик. Билум. Берём его и шинкуем. Да, это жёстко. Хорош. Просто ему в спинку налетело. Залетело. Куп яйцо наше небольшое. Отлично. Погнали дальше. Снова бой с пилумами. Прекрасно. Там ещё один товарищ. Блядь, он выжил после удара. Неплохо. После столь разящего пилума. Выжить. Суждено не каждому. Выживи, парень. Выживи. Давай, держи на себе его. Хорош. В итоге я его и затащил. Красавчики. Чё мы делаем, а? Теперь я один на один с самим, чтобы его легатом. Но легат даже не подозревает, что я великий магистр ордена. Когда-нибудь... Мы всю империю нагнём. Хорош. Так-то. Да я понимаю. На пути нашего магистра встретилось укрытие лесных разбойников. Было бы неплохо его таки разобрать, я считаю, да? Только вот без харами, пожалуйста. И можно мне блондийских лучничков, в принципе. Помогут мне. Вот боюсь за блондистского сержанта. А вдруг его убьют? Там же всё-таки стрелки. Но так или иначе он нам пригодится. Ну что, братья мои, в бой. В атаку. Положите врагов своих. Так, это пехота. Даже это тяжёлая пехота за мной. Лёгкая пехота пускай влетает. И по возможности, будьте так любезны. Вынесите их всех. Какая-то насчетов, мать твою. Линия. Да ах ты ж какой, а, подлюка. Удар совершил по целому магистру. Уже не целому. Немножко нас порезал, товарищ. Так, кто остался? Есть же ещё враги у нас, да? Так. Моя элитная стража за мной гуляет. Пока ополчение моё карает врага без устали в устах. В общем, вы поняли. Кричит там вовсю, да, на них? Заговаривают противника. Лядь, кого-то расстреляли. Немедля покарать. Все в бой. Мои великие стражи, изничтожьте врага. Это чувство, когда магистра выглядит как бомж. А охрана магистра выглядит как магистр. Так-то! Ля, какие ты, посмотри, красавчики. Красавчики. Так, товарищи главарь лесных бандитов. Не желаете ли присесть на бутылку тевтонскую? Нет? Блядь, я опять нажал. Нет, всё. Я дуэль нажал просто, видите? Так, можно без первого лица? Отлично. О, караем. Пацаны, не дайте врагу покарать! Вы жмели-то! Не смейте проигрывать! Во имя Германа фон Зальца. Красавчики, они одолели их. Просто мои величайственные войны. Блин, троих потерял. В том числе и я пал. Ладно. Не жалко арбалетиков. Мы ещё наберём. Ой, я получил имперских христиан. Круто. Заядлого браконьера возьмём. Так, никто не прокачался? Ну и хрен с вами. А шо у нас подо... Ох ты, ты чё посмотри-ка, а? Тут броня неплохая. Неплохо. Можно будет запарыжить этим. Здорово. Так, ну ладно. Я почти дохлый. У нас большие потери в отряде. Нам ещё до Ботании, знаете ли, топать. А это путь таки не близкий. Поэтому давайте-ка. Гоу. Быстренько. Чё до Эпикрате дойдём? А потом до Сианона пожалуй. Да, так и сделаем. Путь. Так, на самом деле опасно, потому что не очень мало юнитов в отряде. Могут влететь нафиг. Так, прямо ту возьмём. Атлетику возьмём. Так, шо бы ещё такого мне бы взять хотелось. Можно было бы тактику апнуть. А вообще разведочку надо бы. О, спасибо. Продолжаем свой путь. Сейчас в Эпикрате зайдём. Чё, турнир есть? Нету. Увы. Вот это я неплохо залетел. Просто к лесным разбойникам. 2500. Сразу понятно, шо. Монетку получить удалось. Такие неплохую. Чё, палфри дорогие, да, какие-то? Я думаю, не стоит брать палфри именно здесь. Вот на самом востоке Империи там довольно дешёвые лошади. Вот эти вот пустынные. Тут, кстати, они довольно дорогие. Там за 200 покупал, а тут 455. Реально, лошадей гонять просто, бегать. Круто. Хороший доход можно замутить. В два раза больше зарабатывать, а? Как-нибудь устроим. Где тут Рим? Рим. Вот это всё. Тут чисто римские юниты. Вот тебе и римляне. Там легионеры всякие. Вообще, как бы, можем посмотреть летсплей на канале. Они давно выходили. Ну, как нарезки. Ботания. Я забыл, что у меня хп нету. Мы же только с лесных разводников притопали. Надо бы хп восстановить. Тогда идём до Вландии. Там ещё юнитов пособирают. Вландия. Всё, выступаем. Лол, да, лол. Вообще. Вступи в армию. Да не могу я вступить в армию. Да погоди ты. Я же сам, я всё знаю. Ну, как бы, и сам, как бы. Погоди, не торопи, не торопи меня. Я и так шарю, чё делать. Так, тут уже Вландия у нас в Каэрбаснете. Сепаратисты такие, да? Так что идём прямиком до Вландии. Так, там Вландия ещё войну не начала ни с кем. Пожалуйста, можно войну? Я хочу войны. Нет. Увы, нету. Турнир окончился успехом. И магистром фон Зальца получил целый тяжёлый койф. Неплохо. Ля, 783 монеты за пленников. По красоте. Ну и, значит, можно отпраздновать это всё на турнирчике. Отлично. Ну, если честно, по турнирам пока бегать не особо мне нравится, потому что призовые такие себе. Блин, как я промахнулся-то? Рожь. Паскуда, как ты осмелился бросить болт в моего скакуна, а? Он копьё достал. Мужчина! Шо вы себе позволяете? Кто допустил Вландийского крестянина на лошадь сесть? Как он посмел? Паскуда какая? Щитом прикрывается. Щит для слабаков, я считаю. Ну, давай ко мне, Тумант. Нифига ты бегаешь? Спидранер, что ли? Спидран по Монтонблейду можешь устроить. То есть просто подрубаем лёгкую сложность, ставим моды там на мега офигенный лут, на быструю раскачку, на тысячу юнитов в отряде и всё. Финал турнира. Брать. Как ты блочишь? Как ты блочишь? Отлично. Спасибо, спасибо. За койф от души. Теперь настало время вновь ворваться к морским разбойникам. Вот, исполняем миссию нашего короля. Правда, он нам о ней не сообщал. Герман фон Зальца сам себе её придумал. Он надеялся, что выкосив все разбойные укрытия на территориях Вландии, Дезерт всё-таки соизволит его взять под своё командование. Но так ли это? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Блин, какие-то бомжи везде. Копьё? Нахер. Потом подберём. На обратном пути. Так, недавно Герман фон Зальца освоил паркур. А мы тут к вам завалились, ребят. Поприветствуйте. Да завали ты его уже. Хорош. Опять кого-то ранили, а? Блин, я восхищаюсь с тобой, рыцарь. Ты слишком крут. Я не достоин такого компаньона в отряде. Лидович, какая паскуда! Не смей! Где пацаны? Хорош. Прикрыли такие. Чё-то многовато. Ладно, на тебя похер, чувак. Ты засираев. Хе-хе-хе. Кто погиб? Кто погиб? Арбалейчик? Ладно, хрен с ним. Главное, что моя охрана жива. Опять пожаловали к нам Герман фон Зальца. Сегодня Дани нет. Обманывайте. Дань есть. Дань есть всегда. Фига себе, топор у него мощный. Ох, хорош. Просто с удовольствием. Нет, опять меня вшатали. Ну ладно, сейчас мои пацаны справятся. Они умеют как бы работать топорами, мечами, пленками. Как бы. Нагистр всему научил. Вот это просто красавчики у меня. Блин, пленников забыл. Ладно, пофиг. Так, блин, гарпуны за полтора к царе как бы. Нормально. Не зря сходили. Не зря прогулялись, я вам скажу. Чё, возвращаемся обратно? Давайте отдохнём в Галленде и обратно немножко повыносим как бы. А, надо внешность изменить, точно. И он всё-таки донат прислал нам. Бац. Я, Герман фон Зальца, вы сегодня прям... Как-то иначе вы выглядите, что ли? Как-то непредсказуемо. Невероятно немножко. Преисполнена отвага, я смотрю, да? Вы сегодня прекрасны. Так, 1500. Пойдёт. Неплохо. Так. Прилетит донат, поменяем внешность. Ха-ха. Чисто клоун. Да ты шо охуел, блядь? Наконец-таки Герману фон Зальцу позволили нанять вландийского оруженосца. Который позже сможет стать кавалеристом, рыцарем, чемпионом. И чтоб его знаменосцам в латном нагруднике. Шлеме и с его крыльями. Прекрасен воин. Так, наймём же его немедля. И прокачаем. Так, а нам, смотрю, ребят часто начали давать оруженосцев всяких. С кайфом. Ещё и арбаличка дали прокачанного. Блин, ну. Короче, мы сейчас, по всей видимости, вносим убежище. И мне за это дают набор нормальный. В общем, с кайфом. Вносим убежище и будем нормально набираться. Перебард из Дарапан. Обсудим же с ним его вопрос. Он давно пытается связаться с Германом фон Зальцей. Я Перебард. И я владею здешней землёй. Я говорю от имени жителей этой деревни. Я знаю вас. Приятно наконец-то познакомиться лично. Я слышал, что вам нужна помощь, края муха. Да, именно так. Отлично. И что мне нужно сделать? Ну, пойдите там отпинать кого-нибудь. И принесите чью-нибудь голову. Отлично. Интересное задание. Пожалуй, я согласен. Ставлю мешок серебря, что даже войск из 8 бойцов, если его возглавит кто-то из ваших деревянных лиц, легко сможет с ним справиться. Если их отрядов всего два, то я лично займусь этим. Отлично. Очень хорошо. Да, от души как бы. Так, и что, где отряды вот эти ваши? Так. Вокруг Драпант. Ну, конечно, денег немного заплатит, но заплатит. Вот и первая разбойничья группочка. Здравствуйте. Нам тут сказали, что вы мешаете жить, как бы. Так, не мешайте. Отдохните, ребята, пока что в земле. Так, где еще разбойники? Вот они, морские разбойники. Разбойчики. Опа. Да тут еще как бы дофига есть. Можно же любых как бы трогать. Нет, любых трогать не... Так, а давайте без кооперирования. Ладно, нормально, давай. Хорош. От души. Так, ну шо, квест выполнен. Изи задание, изи мани. Дело сделано. Видимо, квест сразу выполнился. Круто. Итак, друзья мои, тренировка войск в деревне Терби. Наш знакомый Лоргант попросил помочь ему. Собственно, ты шо, давайте-ка поможем ему. Так, пополнились бойцами. Надо еще сходить, все быстренько продать. Медленный, но верно, мы поднимаемся. Магистр Генман фон Зальца позволяет себе возможность набирать все больше и более опытных бойцов. Великий вклад в развитие Ордена. Еще оруженосцы, ребят, ну блин, прям везет. Еще и мечник у нас фландийский, сразу раскачанный. Блин, ну тут надо брать, я считаю. Блин, юниты просто вообще бешеные. Дорогие, правда, зараза, но с кайфом. Здоровенькие булы. О, блин, на нас напали. Да, блин, я опять дуэль взял. Ну, ясно, потеряно. Ну, хотя бы, ну ладно. Я, пацаны, хотел вас чпохнуть, но затупил, как бы, бывает, да? Блядь, у меня уже два всадника. Ну, блин, я же лошадей трачу, по факту. Да, не, в жопу оруженосцев качать не буду. Ребят, посмотрите, сколько у меня сержантов уже. Девять штук. Куда мне их девать? Куда мне их девать? Ахалай-махалай, приветствую вас. Слушай, я тут собрал сборище девяти, значит, рыцарей пеших, спешившихся. Так что, не желаешь ли пополнить мой казну? Ребята, блядь, я затупил опять. Ну, ё-моё, я хотел, чтобы вы все в ближнем бою их порезали. Ну, чё стоим-то? А чё в... Ля, ну я дурак, сори, ребят. Я знаю, что вы хотели бы сразиться, но, братки, вы уж меня простите. Не специально, ей-богу. Полундра, Воландия наконец-таки начала войну с Ботанией. Наконец-таки я могу к Дезерту вступить во служение. О, вот это мне надо. Отлично. Сейчас мчим на всех парах к Воландии и вступаем под знаменем Дезерта и выступаем в битвы. Ну, неужели нормальный нагрудник? Ну, я так долго о нём мечтал. Так, всё, собрались, размялись, становую сделали. Всё, пошли. Ты чё творит крестьянин? Он просто меня давит ударами своими. Ладно, мы так иначе прошли. Я просто успевал блоки ставить. Роаш, ну давай, окаянный. Роаш, идём к доспеху. Блин, там ещё один. Чёрт. Мать твою. Опытный випрь. Боров, что ли? Опять випрь. Роаш, чайный пакетик. Не успею, наверное. А, так иначе дело сделано. Так, финал. Имперский лучник. Чё? Ты тут забыл, товарищ? Роаш. Броня, иди ко мне. Великолепный пакетик. Магистр Герман фон Зальца преобразился. Выглядит он, конечно, ни разу не как Тевтонис. Там и рок есть, из которого он может испить эль. Вот. Мышится. Подсумок даже какой-то присутствует. В общем, да. Собираю деньги на шмот. Так, приветствую вас, Аллари. У вас интересный такой герб прям. И шо хотел обсудить с вами, в общем-то говоря. Я бы хотел служить королю Дезерту. Так шо, если что, за необходимую цену мы садимся, значит, в цене. И я это самое. Буду вам служить это. Шо скажете? Отлично. Клан Тевтонский Орден присоединяется к империи Вландии. Вы можете на меня рассчитывать. Шо. Теперь мы в составе Вландии. И у нас война идет с Ботанией. Уже у нас, как видим, идет осада замка Абекомер. Так что, как говорится, отправляемся в путь. В Ботанию, братья. В Ботанию. Там и сразимся. А шо Дезер стоит? А, он в соло осаждает? Понимаю. Типа армию собрать нет? Да, наверное. А он в соло справляется. Итак, осада началась. Ля, там битва лютой идет. Какая-то прям вообще вах. Сраженица мощная. Ладно. Ждем осада, ребята. Ждем осаду. Товарищи, тут знаете, что заметил? У нас оказывается второй ранг клана. И я могу уже собирать 74 бойца. Знаете что? Давайте-ка, наверное, выйдем из армии. Я соберу свой стак. И будем охотиться на полководцев сами. Мы так гораздо больше заработаем, на самом деле. И больше выиграем. Поэтому, наверное, после этого боя будем как-то в соло двигаться. Хорошо? Понимаю. Армия в Ландии. Одни крестьяне. Ополчение. А где рыцари? Что-то... А, во, есть. Есть один, вижу. Это мой... Это мой боец. Это мой тевтонский рыцарь. Мой тевтонский рыцарь. Да? А где все остальные-то? Почему мои тевтонские рыцари идут в бой? Я не понимаю. Сейчас сольются же. Не, ребят. Я, конечно, рад сражаться в подобных битвах. Но так, чтобы я своими бойцами сам командовал. А то, знаете ли, лорды любят сливать хороших бойцов первыми. Как будто бы армия сената в Риме первым. Прямо сегодня купить доспехи? Ну, шо за магистр без доспехов, да? Согласитесь. Надо купить срочно. Я бы сам тя... Ну, таран потягал. Ну, вы же понимаете. Дело себе неблагородное, как бы. Ну, мужики, там всего 200 бомжей. Мы справимся. Хотя у нас 700. Я думаю, бомжей похуже, да? Даже по состоянию, в принципе. Волонгийские крестьяне самые худшие... Одни из самых худших крестьян, наверное, что здесь есть. Но у них хотя бы щиты есть, да? У кого-то даже щитов нету. Вспомним о ботаницах. По-моему, у ботаницов нет щитов, если не ошибаюсь. Или у козаитов нет щитов. Короче, у кого-то из них. Только отсюда видно моих нормальных бойцов. У вландийцев я вообще не вижу рыцарей. Вот видите, мои братки стоят. Вон тягает таран. Это мои товарищи. Это мои воины. О, красавчики. Давай, давай. Давай, славный рыцарь. Хорош. Ну, и, конечно же, пошел первым. А, нет, он отходит. Ладно, красавчик, отходи. Тебе погибать нельзя сегодня. Ну шо, орава бомжей. А ну быстро на осадную башню. Кому сказал. Он обратил на меня внимание? Я тебя обожаю. Ну вот это что такое, а? Mountain Blade 2 Bannerlord. Прошло сове за игры целый год. Юниты так и не научились подниматься на башне. К слову, понимаю. Как обычно, все самому делать. Один там в жопу чешет что-то на лестнице. А, вам надо, чтобы я за вас мостик опустил. Так он опущен уже. Че стоят? А че ждем-то? Алло. Братья гибнут. Кого ждем? Кого ждем? Блядь, петухи расстреливают меня. Не смей кидать стрелы в меня. Непробиваемый, а? Товарищ с клинком. Блин, мощный. К сожалению, нас разобрали. Ну, как видите, я не виноват просто. Крестьяне стоят на башне. Не хотят таки в бой, как бы. Да, вот это вот самое. Вот один рискнул, видимо. Сейчас он быстренько, это самое. Закончит свою жизнь. Или его жизнь окончат. Это что он там победил? Не, его убили. Я же говорил. Блять, не смейте трогать моих рыцарей. Живи. Нет. Меня снайпнули в полете. Блин, братана завалили. Вот моих с воинов сразу, как бы, видно за версту. Красавчики. А вландийские вот эти вот опарыши, это вообще что такое? Я предлагаю, как бы, сейчас подняться потихонечку. А потом уже это самое, королевство свое сделать. Потому что вот за вот... Этих крестьян как-то воевать не особо хочется. Хотя вот среди них есть какой-то рыцарь. Посмотри, крутой. Ничего себе. Что это долго вы их лупите, ребят? Вот моих пацанов сразу видно. Во, герб. Герб. Как бы, мой. У чувака на... Северский я хорош. Сразу видно Геральдика, Девтонского ордена. Короче, гребанная армия. Недовоеначальник Авландии слила мне целых 16 бойцов из них. Гениально. Что вы понимали. Гениально. Трех пехотинцев моих вооруженных. Элитных, блин. Гениально. Предлагаю покинуть строй, начаться. И это самое. Создать свою армию. Опа, битва. Блин, я с ним еще сольем и будто... У меня ХП нету, ребята. Так что предлагаю свалить, как бы, и... Сори, я наемник. Какие у кого-нибудь вопросы вообще могут быть? Так, а куда у меня количество юнитов делось? Не понял. Куда делось количество юнита в отряде? О, ясно. Забаговалось. Бывает. Короче, у меня нет ХП, 20%, но я рискну. Ради сапожек я готов рискнуть, ребята. Если дойдем до финала, то это будет охрененно. Надо рисковать, ребят, надо рисковать. Давай. 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 Детка! Кольчужные сапожки поднял. Нормально. Я сделал это. Сделал. Я же говорил. Так, забираем кольчужные поножи. Сейчас перчаточки нашел, ты посмотри, а? Так, мне нужно срочно влететь в какие-нибудь логово. Так, он всех... А, не всех. Ну, хорошо. Главное, что не всех на него. Так, а ну, где морские разбойники прячутся? Давай, давай. Мне быстренько надо сейчас нагнуть кого-нибудь. Блин, никого не встретил. Грустно. Значит, пошел я только армию собирать. И как вы думаете, что произошло? Мир произошел. Мир. Ну, мы, кстати, захватили замок Абекомер. Мы принимали участие. И взяли замок Ланакхен. Так что, отлично. В принципе, неплохо. От ботани остается не так уж много территорий. Классно. Ну, тогда возвращаемся к нашим прежним задачам. Поднимая бабки, нужно срочно производство мочить. Либо караванчик. Ну что же, друг мой. Надеюсь, тебе понравился данный ролик. Я очень старался для того, чтобы тебе было комфортно и интересно. А также динамично и весело. Надеюсь, я поднял твое настроение и мораль. На этом все. Ты лучший. Спасибо за лайк, за поддержку, за комментарии. Спасибо. Ты лучший.